Мы всегда приветствуем Ольгу Малинову в нашей серии «Авторские монологи». И сегодня мы говорим о её книге «Актуальное прошлое. Символическая политика, властвующая элита и дилеммы российской идентичности». Мы начнём с авторского монолога, а затем надеемся продолжить уже на равных вместе с ней. Ну, название книги, конечно, звучит злободневно. И злоба дня заключается в том, что у нас у всех есть ощущение, что в последнее время власть очень активно взялась за историческую память, за наше прошлое. И довольно очевидным образом идеологически эти вещи используют. Данное обстоятельство у современников вызывает разные ощущения. И мне много приходилось сталкиваться с таким мнением, который, безусловно, имеет право до существования, но тем не менее я с ним сейчас буду спорить, мнением о том, что, в общем-то, то, что делает власть, вторгаясь в поле истории, это плохая вещь. Это плохая вещь, потому что тем самым история оказывается объектом идеологической интерпретации и злостного политического использования. И, в общем-то, история – это то, что надлежит оставить историкам. Моя книга – это попытка высказать аргумент о том, что прошлое в том виде, в каком оно представлено, в настоящем, а в настоящем оно представлено в виде двух форматов – истории и памяти. В общем-то, в обоих этих форматах прошлое действительно является объектом символической политики. И в этом смысле политики не то чтобы не могут не работать с прошлым. Они должны это делать. Они особенно активно должны это делать в ситуации, когда у страны меняются границы, возникает новое название. Словом, происходит то, что произошло с нами после распада Советского Союза. То есть мой тезис заключается в том, что на самом деле на протяжении вот этих 20 уже с лишним лет власть должна была работать с прошлым. Власть должна была использовать это прошлое, используя его, создавать ту инфраструктуру коллективной памяти, точнее говоря, трансформировать существующее, потому что это всегда, конечно, процесс преемственный. Но трансформировать эту инфраструктуру в том направлении, чтобы у общества, которое живет в границах нынешнего российского государства, был вполне осязаемый, вполне, ну, совсем ясным он, наверное, не бывает никогда, но тем не менее был более или менее понятный ответ на вопрос, кто мы и откуда мы пришли. Вот прошлое – это очень важная составляющая ответа на вопрос, кто мы. И мне кажется совершенно очевидным, что та конфигурация памяти о прошлом и та конфигурация историописания прошлого, которая досталась в наследие нынешнему российскому государству от советского, конечно же, нуждалась в трансформации. И хотя в этой трансформации, я хочу быть правильно понятой, конечно, ключевая роль принадлежит профессионалам, историкам, это они должны проводить исследования и корректировать сложившийся нарратив, но и политикам тоже принадлежит довольно большая роль. И моя книга о том, каким образом политики постсоветской России использовали наше прошлое, что они с этим прошлым делали или не делали, и в конечном счёте, что из этого получилось. Понятно, что это огромный материал, который можно исследовать вдоль, можно исследовать поперёк, то есть любой исследователь должен выстроить какую-то траекторию путешествия по этому громадному объёму материала, чтобы его как-то можно было охватить и проанализировать. И я выбрала подход, при котором я смотрю на то, как использовалась память, как использовали символы тех событий, которые в советском нарративе были ключевыми, опорными событиями советского нарратива, а именно Великой Октябрьской социалистической революции и Великой Отечественной войны. Кроме того, я пытаюсь ещё посмотреть на очень такой конкретный блок текстов, это речи наших президентов. И, соответственно, в книжке есть глава, которая на двух массивах президентских речей. И это послание к федеральному собранию, что не оригинально, и так называемая мемориальная речь, то есть речь, которая произносится по разным историческим поводам, как правило, юбилей, но не обязательно. То есть тема речи именно историческое событие. Или праздник, который связан с историческим событием. Вот я попыталась на этом материале посмотреть структуру того прошлого, которая используется вот в этом блоке политического дискурса, в официальной риторике. А для вас существует различие между вот этими репрезентативными практиками, то есть когда, например, победа представляется всем и показывается как важнейшее явление, или как Великая Октябрьская революция показывалась, и коммеморативными практиками, например, возложения президентом цветов к мемориалу, которое не должно программировать общество, скорее должно поддерживать у общества уже существующее представление о том, что является святыней, что является практикой, что является нормативом. То есть нормативизация, уже состоявшийся норматив для вас различается? Я, безусловно, различаю эти вещи, но мне кажется, что как раз работа политиков заключается в том, чтобы делать обе вещи. И, кстати, сказать работу политиков с прошлым я, безусловно, не свожу только к риторическим или ритуальным практикам. Хотя риторические и ритуальные практики тоже имеют значение, особенно в ситуации, когда речь идёт о каких-то событиях, которые вспоминаются и являются объектами ритуалов ежегодных. Ну, в общем, они играют особую роль в инфраструктуре коллективной памяти. Но мне кажется, что политики участвуют в этом поле символической политики борьбы за интерпретацию прошлого разными способами, в том числе имеют значение не только речи, но и действия. Действия нормативного характера, например, учреждения или отмена праздников. Вот очень важный такой способ действия. После того, как Велико-Октябрьская социалистическая революция, день, ну, короче говоря, 7 ноября, да, по-разному назывался этот праздник, перестал быть праздничным, то есть нерабочим днём, политические практики использования этого праздника очень резко изменились. И то же самое показывают социологические опросы, то есть это постепенно пересматривается. И несмотря на то, что это великое событие, которое совершенно невозможно сбросить со счетом, тем не менее, это становится не столь актуально. Да, забейте. Да, но если я сейчас одну секундочку, я просто доскажу. Значит, праздники, топография пространства. Помните, как у нас в Москве в начале 90-х в одночасье переименовали улицы, площади, название станции метро и так далее. Вот, собственно говоря, это в моём понимании, те ресурсы, это очень важные ресурсы, которыми распоряжается власть придержащая и которые формируют инфраструктуру коллективной памяти. Заметьте, что эти праздники не просто поддерживают некий порядок космоса, они учреждают. Конечно. Да, революция признавала в советское время как то, без чего нас бы не было. Сейчас Великая Отечественная война признаётся как то, без чего нас бы не было. То есть единственная функция официального праздника, который празднуется всенародно, это мироучреждение, по сути дела. Я не склажусь насчёт единственной функции, потому что функций у них много. Но я согласна с вами, что вот очень важный предмет анализа в этом смысле это то, каким образом формируется в постсоветский период новая концепция прошлого, новый нарратив, новая смысловая схема прошлого. И, в частности, то, каким образом властвующая элита ищет точку опоры, ищет миф-основание, то есть то историческое событие, когда либо нация рождается, либо это какой-то момент, в котором проявляется в полной мере её национальный характер, и который показывает, кто она есть. Так вот, для советского нарратива таким мифом основания, безусловно, долгое время считалась Великой Октябрьской социалистической революцией. Это очевидная вещь. Кстати сказать, ровно по этой причине это событие, от которого невозможно просто отмахнуться с ним, надо что-то сделать, его надо как-то переосмыслить, и это происходило очень трудно. А вот, что касается постсоветского периода, то такой миф-основание долгое время был, что называется, предметом поисков. И в этом смысле, конечно, Великой Отечественной войны – это очень важное событие с богатейшим потенциалом для политического использования, и в 90-е годы было полное понимание того, что это необходимо как-то вписывать в новый нарратив, такие попытки делались, но именно в нулевых годах, причем, ну, где-то даже, я бы сказала, к середине нулевых годов, действительно выкристаллизовалась вот эта функция Великой Отечественной войны, она стала просматриваться как миф-основание. При этом, прошу заметить, миф-основание в отсутствии целостного нарратива. Отличие советского нарратива от постсоветского в том, что в советском нарративе была и начальная, так сказать, точка, вот главная, от которой мы отсчитываем в ту или в другую сторону, то есть то, что было до Октябрьской революции, была прологом к ней, то, что после, соответственно, рисует траекторию нашего движения к коммунистическому будущему. Но и что касается постсоветского нарратива, то ведь, в общем-то, нарратива как такового, можно сказать, что его нет. То есть он какими-то контурами вырисовывается, я бы согласилась с тем, что в последние годы многое было сделано для того, чтобы эти контуры приобрели более зримые очертания, но тем не менее, вот получается, что Великая Отечественная война это действительно такое событие, в котором проявился национальный характер, которое для нас всё, которое переживает символическую инфляцию, я бы так это назвала, потому что, вот я как раз показываю это в книжке на примере президентских речей 9 мая, это событие наполняется новыми и новыми и новыми смыслами и оказывает соответственным буквально за всём, в том числе ответственным за артикуляцию ключевых лейтмотивов национальной идентичности по Энтони Смиту, это, соответственно, лейтмотивы национального единства, лейтмотивы национальной идентичности, то есть особости, и, соответственно, третий лейтмотив не пришёл в голову. Хорошо, Олечка, скажите, пожалуйста, а вот возвращаясь к идее возможности, вероятности целостного взгляда на прошлое, одним из проблем, собственно, перестрочного развития и, видимо, ключевой проблемой дальнейшего историографического и развития и развития исторического сознания, в том числе, как я считаю, было то, что ключевой темой и проблемой перестрочного времени стало то, что нельзя было уместить на одном поле травматическое прошлое и великое прошлое. То, о чём вы сейчас, Саше, рассуждаете, миф-основания, это всё-таки апелляция, отсылка к великому прошлому, несомненно. Вот как быть травматическим и как в этом смысле видеть, собственно, целостную картину прошлого. Миф-основания может быть триумфалистским, может быть трагическим, но он может быть и сакральным, как сейчас мы вправе констатировать. И тогда Великая Отечественная война, и тогда Старин на фоне тысячелетней государственности, Путинской, это какие-то микроскопические проблемы грандиозного механизма или организма, но и механизм, и организм в данном случае оцениваются с точки зрения привнесения в историческое осознание неких религиозных координат, когда уже невозможно рассуждать о том, что победа окончательно или трагедия сбивает все критерии оценки. Есть некое религиозное соответствие тому, что является нашим тысячелетним царством. И есть, видимо, воинствующая земная государственность и небесная государственность, к которой мы стремимся и которая тоже осеняет наши государственные практики. Видимо, так нужно трактовать то, к чему ведет Путин. Да, и ведь видно, что официальная российская власть, она даже не то, что сопротивляется травматическому прошлому, сколько просто не знает, что с ним делать. Увековечивать или неуковечивать память жертв репрессий. Это очень странно, вроде бы, чем увековечивание памяти жертв репрессий может нам перечеркнуть, например, индустриализацию, что можно вполне создать автономный миф об индустриализации. И космические достижения. И космические достижения. И вспомнить Гагарина, или, не знаю, Муску Шостаковича, прославлявшего вполне, в том числе, индустриализационные достижения, не замалчивая. Но все равно видно, как только власть подходит к вопросу, допустим, о ГУЛАГе, она просто не знает вообще, что делать. Вот почему? Вот, конечно, вы поднимаете самые такие ключевые, проблемные. Мы просто тем, что интересуемся, это важно. Вы знаете, мне кажется, что с нами произошла очень трагическая вещь. У нас набежали друг на друга, столкнулись друг с другом, две волны, две задачи работы с прошлым. Первая задача работы с прошлым это работа с травматическим прошлым. Работа с травматическим прошлым предполагает его проработку. Это тяжелый процесс, это неудобный процесс. Он, как любой процесс памяти, рождает много разных конкурирующих, противоречащих друг другу интерпретаций. Но, тем не менее, как мне представляется, это процесс, от которого ни одно общество не может уйти навсегда. То есть травматическое прошлое есть сегодня практически в любой нации. И если мы посмотрим на это в сравнительном ключе, то мы увидим, что все нации так или иначе работают со своим травматическим прошлым, причем делают это по-разному. То есть мы можем здесь увидеть разные паттерны. Мы можем увидеть, кстати, и разные модели решения проблемы травматического прошлого. Что с ним делать? Замалчивать, прорабатывать, устанавливать мораторий на травматическую память на какой-то период, для того, чтобы решать какие-то другие задачи. У нас, в общем, есть широкий набор опций. И так сложилось, что в перестроечный период как раз именно вспоминание травматического прошлого и начатая его проработка оказалось тем, ну, если хотите, фактором, который в очень значительной степени подталкивал перестроечный процесс. Абсолютно. Я это хорошо помню. Но здесь же был определяющий акцент. И я хочу и ваше внимание обратить, и, Саша, именно на это, что там был тот самый миф основания, но миф основания перевернутый в данном случае, поскольку мифом основания становилось трагическое прошлое. Учредительное преступление советского режима определило наше восприятие того, с чем мы имеем дело в прошлом. Абсолютно. Вот как с этим быть? Как это истолковать? Вот, смотрите, как бы этот процесс был начат. Я с вами полностью согласна. Речь шла именно о реинтерпретации мифов основания, о перевертывании прошлого. Но, смотрите, у этого нарратива, если бы он сложился, могла бы быть такая конфигурация. Да, так получилось, что в 1917 году началась трагедия, которую мы переживаем 70 лет. У нас есть история переживания этой трагедии, в которую мы можем, безусловно, я с Сашей согласна, вписать и трагические страницы, и славные страницы, одно другого не обязательно исключает. Но важна общая смысловая схема. И вот в таком случае у нас конфигурация этой смысловой схемы получалась бы такая. Трагические события, трудное прошлое, и момент настоящего, когда мы находим в себе силы преодолеть, преодолеть, покаяться, и это открывает перед нами перспективу определенного светлого будущего. И защитить основание перестройки. И защитить основание перестройки, безусловно. Причем, ну, все это понималось логике преемственности, потому что речь шла об одном и том же обществе. Ну, вот такая сложная траектория. Я хочу обратить наше внимание на то, что на самом деле проработка трудного прошлого, хотя она болезненная и несет с собой довольно тяжелые последствия для коллективной идентичности, если она увенчивается успехом, оказывается очень очень хорошим, таким духоподъемным моментом. И, в общем, так сказать, это не обязательно плохо, это не обязательно то, что несет, ну, что называется, для политиков тех же самых, которые в это оказываются втянуты, какие-то проигрыши это может нести, и, в общем, такие позитивные моменты. Но случилось так дальше, что Советский Союз распался. И началась совсем другая история. Началась совсем другая задача работы с прошлым. Задача, связанная с конструированием нового национального нарратива для России. Можно я вас прерву? Пожалуйста. Смотрите, до 91-го года. В основном вопрос вины за трагические события ставят следующим образом. Мы должны определиться, насколько эта вина личная для каждого. Мы переступаем через грань 91-го года, и вдруг оказывается, что все виновны. Что возникает не ставящаяся в перестроечное время фактически в таких жестких формах констатация вины всех за то, чем был Советский Союз. Как это может быть? И причем пока это невозможно застать в Союз? Я не соглашусь с вами, что вот такой подход, о котором вы сейчас говорите, я говорю именно о Ясперсовском подходе, когда интеллектуалы, скажем, заявляют, что должен быть всерьез поставлен вопрос о коллективной вине немцев или коллективной вине советских людей. У нас этого нет. Как вы хорошо знаете, и в Германии вопрос о коллективной вине это вопрос дискуссионный при всех успехах немецкой политики про работу второго прошлого. Вот именно этот вопрос является дискуссионным. И точно так же он является дискуссионным у нас. Я бы вот все-таки пока поставила этот вопрос в скобки о том, как переосмыслить трудное прошлое и на кого возлагать вину. Понятно, что в политическом дискурсе вина была возложена на КПСС, вина была возложена на советскую власть. И, собственно говоря, все, что было после августа 1921 года, как раз был преодолением этой вины и трансформации политической системы по итогам, так сказать, этого преодоления. И с осознанием необходимости этого преодоления. Но декабрь 1991 года, когда Советский Союз распался, создал принципиально иные смысловые рамки для этой работы. Вот у нас осталась Россия, и нам надо сложить такой нарратив национального прошлого, теперь уже можно даже и назвать словом национальный, потому что есть идея, что это, может быть, государство, а не империя. Такое противопоставление было в тогдашнем дискурсе. И это важно для того, чтобы эту травму коллективную, уже теперь травму распада Советского Союза преодолевать. И, безусловно, это была работа не только историков, но и политиков. Но здесь смотрите, какая штука получается. Для того, чтобы решать задачу складывания нового нарратива, нужно делать какие-то совсем другие вещи. Но, прежде всего, много ли шансов создать новый нарратив на основе травматического прошлого? Если мы посмотрим на опыт работы с травматическим прошлым других обществ, то мы обнаруживаем одну характерную закономерность. Во-первых, работа с травматическим прошлым никогда не оказывалась удачной руками первого поколения. То есть всегда вопрос о проработке трудного прошлого ставилось поколению детей или даже внуков, когда это прошлое уже не было столь болезненным. И вторая закономерность, конечно, успех этой работы в очень значительной степени был связан с тем, что складывалась коалиция акторов, которые были готовы работать с этим трудным прошлым. Это была во всех случаях коалиция разных политических и общественных сил, которые по-разному аранжировали этот новый травматический нарратив, но тем не менее работали в этом направлении. у нас не получилось. И не получилось именно из-за распада СССР. Вы так считаете, да? Я так считаю, да. И здесь, наверное, мы должны... То есть вот моя первая тезия заключается в том, что ни у кого никогда не получалось работать с проработкой трудного прошлого тогда, когда надо было строить национальный нарратив для новой нации. То есть как бы это разные задачи, они решались в разное время. испанцы, как вы помните, вложили мораторий на обсуждение трудного прошлого французского периода, для того, чтобы это не мешало нации решать те задачи, которые ей надо решать. Это тоже, кстати, одна из моделей. Но мораторий это одно, а отказ от советского прошлого вообще не я сейчас как раз говорю не об отказе, а я как раз говорю о том, что конечно было очень трудно решать задачу выстраивания нового проработки травматического прошлого. Но задача проработки травматического прошлого новой российской власти досталась наследство от перестройки. То есть это была задача, которая не новой российской власти была поставлена, но она была уже брошена. А решать надо было другую задачу. У этой другой задачи была другая логика. Особенно в российском контексте, потому что, как считают специалисты, у разных сообществ есть свои смысловые коды, которые являются довольно-таки воспроизводимыми, которые складываются исторически и которые не так трудно поддаются переделке. И в этом смысле, если посмотреть на то, как по-разному рассказывается российская история, до советской, советской, постсоветской, то, ну, как считают некоторые исследователи, Джеймс Уэрдж, например, писал об этом, получается, что смысловая вот эта вот структура нашего нарратива, она несет в себе логику наци-победительницы. И вот если у вас такое культурное наследие и, ну, в общем, это серьезные ментальные структуры, с которыми не поспоришь, то как бы предложить решение задачи в каком-то принципиально ином ключе, я даже не уверена, потому что это возможно, это не просто сложно, это возможно и просто нерешаемые задачи. нас может не быть, если мы не побеждаем. В общем, как считают авторы, которые занимались анализом, в частности, в данном случае речь идет о довольно большом корпусе текстов, учебники анализируют, и он показывает, что разные учебники разных периодов разных политической направленности имели вот эту структуру рассказа о прошлом. То есть действительно это важный такой элемент. Еще раз повторяю, это конкретное исследование, оно сделано на одном корпусе текстов, мы можем попробовать повторить, посмотреть на других текстах, но такая точка зрения, такой результат эмпирически существует. Так вот, на мой взгляд, действительно властвующая Лида оказалась в трудном положении, потому что она была вынуждена продолжать работу с травматическим прошлым, это уже было на повестке дня, но с другой стороны, вот логика работы с прошлым, возможно, должна была меняться. Вместе с тем, то, что я сейчас говорю, не означает, что в 90-е годы властвующая элита совсем ничего не делала для переосмысления прошлого. Я этого не утверждаю. Я считаю, что делалось недостаточно, делалось недостаточно последовательно и, скажем так, концепция смысловой схемы, которая просматривается в выступлениях властвующих политиков 90-х, для ее закрепления не были предприняты необходимые усилия, которые вполне можно было предпринимать. Это была концепция новой России. Смысловая схема получается такая. была старая Россия, у которой было трудное прошлое, в котором были и славные моменты, но было много трудностей. И вот теперь мы имеем новую Россию после распада СССР, мы имеем новую Россию, у которой впереди славное будущее. Это славное будущее связано с преодолением ошибок прошлого, но и с превращением России в нормальную европейскую страну. Такая была концепция. Но проблема этой концепции прежде всего связана с тем, что с превращением не получилось. И в общем эта проекция будущего оказалась проблематичной для современников, когда начались реформы, начались реальные сложности. И мы помним, как непохоже было наше настоящее на то европейское будущее, на то будущее, которое рисовали нам наши политики. Это, конечно, очень серьезный корректив. Но, тем не менее, мне кажется, что и в этих рамках можно было предпринимать какие-то усилия для того, чтобы создавать инфраструктуру под такое прошлое. Но кое-что делалось, и в частности велась работа с памятью Великой Отечественной войны. И мне лично кажется, это моя личная точка зрения, что та конструкция памяти Великой Отечественной войны, которая воспроизводилась властвующей элитой 90-х, она была гораздо более перспективной, в том числе с учетом того, что рано или поздно придется возвращаться к травматическому прошлому, но с нами мы от него никуда не денемся, но и с точки зрения того, чтобы вписываться в те процессы изменения карты памяти, которые в это время происходили в Европе. Потому что 90-е годы это еще и колоссальная трансформация европейской карты памяти. И в общем 90-е годы вырисовывалась очень такая на мой взгляд сбалансированная схема репрезентации памяти о Великой Отечественной войне, которая укладывается в формулу «Великая победа советского народа», но не коммунистической партии и не советского государства. Победа, которая завоевана народом не благодаря, а вопреки. Вопреки сталинским репрессиям, вопреки тому, что было сделано Жуковскому Берлину, вопреки плохой подготовке, недостаточной подготовке, в силу которой было много жертв, вопреки тому, как власть относилась к солдатам, к воинам, которым не везло на полях сражений, я имею в виду репрессии по отношению к тем, кто оказался в плену и так далее. Вопреки всему этому народ нашел в себе силы победить. Дело все в том, что, конечно же, вот эти схемы репрезентации прошлого, они несут в себе очень мощный эмоциональный заряд. И мы можем рассказывать о трагическом прошлом, но очень важно рассказывать о нем так, чтобы память о трагедии открывала нам не просто дорогу к будущему, но и давала нам возможность уважать себя, чем-то гордиться. То есть все равно вот эта функция позитива, она очень важна у рассказов о прошлом. мне кажется, что это была достаточно сбалансированная конструкция, которая, безусловно, позволяла бы вписать нашу российскую память о Великой Отечественной войне в меняющиеся европейские нарративы, потому что это тоже разные нарративы. Ну, что же происходило? Все-таки общество становилось, я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, Саша, ты тоже все более беспамятным? В каком смысле беспамятным? На этой траектории от 90-х к 2000-м, ну, в прямом смысле беспамятным, когда студенты у меня на глазах трогают локтем руку другого, это такой линия. Да, или Барклайд Толя, герой Великой Отечественной войны. Все эти вещи, которые связаны еще с механизмами не только образования, но и с отсутствием общей картины, которая все время как подкачивается, внутри общества и каким-то образом создает элементарное восприятие исторических событий. Да, что память уже, это официальная память никак не связана с личной памятью, с памятью. Официальная память и личная память это разные вещи, потому что личная память это память индивида, которая, конечно, фреймирована, оформлена дискурсами, в которых мы участвуем, но все-таки это то, что в голове отдельно взятого человека. А то, о чем Ирина говорит, это скорее коллективная память, как разделяемый дискурс, как пространство смыслов, как символическое пространство. И то, о чем вы говорите, на самом деле очень симптоматично, я с вами соглашусь. Дело все в том, что, конечно же, функция политиков в создании инфраструктуры памяти, она как раз и заключается не только в том, что они речи говорят, праздники учреждают и так далее, но в том, что они выделяют ресурсы и стимулируют разработку того, о чем вы говорите. Это и образовательная система, это и фильмы, это и выставки, и музеи. Ну, короче говоря, вот, собственно говоря, то, что побуждает нас помнить. И действительно 90-е годы по причине скудости ресурсов, но мне кажется не только по этой причине, мне кажется еще и по причине того, что действительно вот эта работа с прошлым до самого недавнего времени, к нулевым годам это тоже относится, не воспринималась действующей властью как первоочередная задача, которая нуждается в систематическом решении. Все делалось очень отхок. Кстати, рабочее название этой книжки было «Прошлый отхок». Вот. Но здесь возникает еще один момент, который связан с тем, что, собственно, историки превращаются скорее в реципиентов происходящих изменений, а не инициаторов. И власть со своей стороны выстраивает такую схему и такую структуру взаимодействия, что внутри нее историки-реципиенты, общество-реципиент, тех концепций, которые вырабатывают с историчной концепцией наверху. Так происходит сейчас. Да, я говорю. Сейчас, когда власть более систематически взялась за задачу исторической политики, чем не до Луцкого в помните все эти вещи. Но это была такая все-таки недостаточно систематическая попытка. сейчас за дело взялись систематически. И модель получается такая, о которой вы говорите. В этом смысле как раз и двойственность нынешней ситуации. С одной стороны, вроде бы, надо сказать, слава богу, наконец, поняли, что этим надо заниматься. И спустя 20 лет начали более-менее систематическую работу в этом направлении. но, безусловно, ситуация, когда происходит это по вертикали, когда происходит это в режиме, когда... Модель такая, что все надо взять по свой контроль и спускать директивы, объяснять историкам, как они должны писать историю, для чего должны быть созданы соответствующие структуры вроде российского исторического общества и российского географического общества и так далее. Да, к сожалению, вот такая конфигурация возникает. Но что же происходит все-таки, если архивы были открыты и начинают опять закрываться, если до сих пор неизвестна ни цифра в конечном счете столетских репрессий, ни цифры, закрываются цифры, связанные с потерями Великой Отечественной войны советского народа. Много споров по этому поводу есть, но цифры разнятся настолько разительно, что вообще невозможно понять, сколько людей мы потеряли. Как-нибудь то, что вы называете систематической работы с прошлым является процессом превращения знаний, не только открытие архивов значимо, но и то, что мы, собственно, мыслим, насколько мы хорошо знаем прошлое, насколько нам ценно именно фундаментальное и точное знание о том, что происходит. Вы знаете, Ирина, здесь я тоже опять-таки с вами бы поспорила. Мне кажется, что у задачи формирования вот этой самой инфраструктуры коллективной памяти есть разные аспекты. И у политиков, и у историков, у каждого сообщества здесь свои задачи. Кстати сказать, в этом участвуют не только политики и историки, в этом участвуют еще и журналисты, в этом участвуют еще и кинематографисты, и писатели, и художники, и музейщики. В общем, это большой круг акторов. У каждого из этих акторов здесь есть свои задачи. И я бы сказала, что, конечно, в прошедший период каждая группа акторов делала свою работу. Я бы не стала упрекать историков за то, что они делом не занимались. Занимались на это время. Многое сделано. Я бы скорректировала немножко вашу постановку вопроса. Мне кажется, что то, о чем мы сейчас говорим, все-таки формирование инфраструктуры памяти и формирование новой смысловой схемы, смысловой схемы, которая подходила бы для сегодняшней России, которая давала бы нам ответ на вопрос, а кто и откуда идет. Мне кажется, что для этого и историками, и другими акторами проделана, в общем-то, не такая маленькая работа. И работа эта, как мне кажется, связана не только исключительно со сталинскими репрессиями и прочими аспектами трудного прошлого. Мне кажется, что здесь требуется другое. Речь идет о создании целостного, более-менее полного представления о нашем тысячелетнем прошлом. Потому что концепция эта ведь поменялась. В нулевые годы, практически, очень скоро, вскоре после прихода Путина к власти, вот эта ельцинская модель новой России оказалась заменена моделью тысячелетнего прошлого. Не совсем скоро, это был где-то 2002-2003 год, по моему анализу президентских речей, так получается. Но, в общем, окей, мы говорим о тысячелетнем прошлом, мы говорим о большой стране, о великой державе, о сильном государстве, но рассказать историю этого тысячелетнего государства, насытив его узнаваемыми, вспоминаемыми, знакомыми людям символами, мы затрудняемся. И с этим сталкиваются политики, потому что вот как раз мой анализ на массив речей показывает, что конфигурация прошлого, которая используется риторически, она очень характерна. Больше половины поводов это советское прошлое. Конечно. Я хочу несколько доставить. Вот этой самой тысячелетней истории мы еще не доходим. Мы до него. Мы не доходим. Но я хочу уточнить еще раз вопрос, полностью приняв ваше уточнение. Мне кажется, что действительно многое сделано, действительно множество новых инновационных сфер задействовано, и я нисколько не хочу недооценить и преуменьшить работу исследователей, которые это считают делом жизни. Но другое дело, что то, что вы именуете систематическая работа с памятью, изначально ориентирована государством таким образом, что не только предполагаются определенные зоны умолчания, они создаются искусственно. Я согласна с тем, что зоны умолчания создаются, но я хочу, чтобы вы услышали и мой аргумент. Я не спорю с вашим аргументом, но я хочу, чтобы вы услышали и мой аргумент. Проблема заключается не только в зонах умолчания, которые мы создаем по политическим причинам. Кстати, эти зоны умолчания такими уж зонами умолчания с точки зрения коллективной памяти не являются, потому что они, наоборот, являются точками противостояния тех, кто говорит, да, это важно, мы должны это помнить, какой кошмар, что мы до сих пор этого не знаем, какой ужас, что нам недоступны архивы и так далее, и теми, кто производит какие-то действия. Конфликтогенные такие зоны. То есть это конфликтогенные зоны, и именно в силу своей конфликтогенности они как раз на памяти, они на слуху. Другое дело, какая-то память, как раз соцопросы показывают, как меняются впечатления наших современников об этих трагических моментах. Это всё происходит, я с этим не спорю. Но мой тезис заключается в другом, вот об этом как раз мы мало говорим. Ведь не менее важной задачей является пополнение репертуара вот этого пригодного к использованию прошлого. А пригодным к использованию прошлого является прошлое, которое узнаваемо, прошлое, про которое мы помним, прошлое, которое насыщено конкретикой. Конкретика создается не только школьным курсом истории, который мы все проходим и много из этого забываем, это ещё и самые разные поводы обращения к этому прошлому. Начиная с пресловутых праздников, это действительно очень мощный инструмент, когда вы память о чём-то делаете праздничным днём, который ежегодно празднуется, это очень такой мощный вклад в инфраструктуру коллективной памяти. продолжая памятниками, памятными досками, которые мы открываем, но это ещё и фильмы, это ещё и телепередачи, это ещё и публикации в средствах массовой информации, это ещё и интернет-ресурсы, которые создаются. И если вы вот под таким углом посмотрите, то вы увидите, что у этой политики памяти на самом деле очень много акторов, и на уровне общества очень многое создаётся. Но всё равно мытодия заключается в том, что у нас проблема с тысячелетним прошлым. Проблема эта заключается в том, что нам это тысячелетнее прошлое насытить вот этим символическим материалом не так просто. И причина заключается в том, что мы об этом тысячелетнем прошлом помним в значительной степени так, как это было препарировано в советском нарративе. Это тысячелетнее прошлое, это, собственно говоря, предыстория Октябрьской революции. Мы помним о предтечах наших великих революционерах, мы корим и порицаем тех, кто им противодействовал. Да, конечно, была великая русская культура, но вот такая конфигурация этого прошлого. Мне кажется, что ничуть не менее значимо работать те, кто делает это прошлое узнаваемо. Потому что, окей, если у нас модель тысячелетнего государства, то очень важно, чтобы эта модель чем-то наполнялась. Кстати сказать, вот эта унаследованная схема рассказа о дореволюционном прошлом, на мой взгляд, была одной из причин того, что в 90-х годах властвующая элита на самом деле оперировала очень неудачной смысловой схемой, очень неудачной моделью, собой конструкции нарративов, в которой наше прошлое, в отличие от настоящего и будущего, было окрашено преимущественно в критические тона. Причем здесь было некоторое противоречие, потому что ведь была идея того, что мы восстанавливали связь времен. Вот, собственно говоря, советская власть искажала наше дореволюционное прошлое, теперь, наконец, настало время вспомнить его в полном объеме, восстановить связи с русским зарубежным, с эмиграцией, ну, в общем, совершить этот рывок. Но, тем не менее, если вы посмотрите риторику Ельцина и других политиков того времени, то они почти не вспоминали о том, что у ныне демократической России были какие-то демократические корни в прошлом. Они не вспоминали о русской освободительной традиции, как традиции либеральной и так далее, и так далее, и так далее. Задайте вопрос, почему. А потому что эти люди учили историю в советской школе и в советской высшей партийной школе, и они знали ее вот по этому нарративу, в котором просто вот память о истории общества, ну, даже память об истории культуры не была так профилирована, как память о государстве и противостоявших ему революционеров, которые, в конце концов, сделали революцию, сделали из отсталой России передовую социалистическую страну. Саша, твои многочисленные замечания. Да. И последнее замечание. Собственно, та историческая политика, которая сейчас ведется, она, в принципе, направлена на выработку очень простых эмоций. Либо гордиться прошлым, либо побеждать, либо преодолевать прошлое. То есть, по сути дела, она работает с прошлым, как с настоящим. Как мы можем гордиться каким-то достижением сегодняшнего дня, также мы можем гордиться и тысячелетним прошлым. Есть ли возможность вот развернуть из этой точки хикатнунг, адхок, как вы сказали, опять же в прошлое? Вот недавно прозвучало предложение перенести День России на день 20 сентября, открытие как раз новгородского памятника, который был для своего времени, такой попыткой развернуть прошлое и создать некий сложный, парадоксальный и, главное, длящийся во времени нарратив о прошлом. Вот, возможно ли, что-то такое сейчас? Мне кажется, что ваш вопрос, он состоит из двух половинок. Первая половинка по поводу того, что те смысловые схемы прошлого, которые нам предлагаются, они направлены на возбуждение таких достаточно простых эмоций. Я с этим соглашусь. Ну, видите ли, сложность здесь заключается, мне кажется, еще и в структуре нашего коммуникативного пространства, в которой, ну, конечно, непропорционально большой вес имеет голос власть придержащих, и конкретно первого лица. Вот, первое лицо, что он скажет, мы начинаем это все дружно комментировать. Вместе с тем, мне кажется, что у актора, каковым является власть, действительно должна быть своя концепция. И поскольку речь идет о смысловой схеме, она действительно должна быть достаточно примитивной, и она действительно должна быть направлена на возбуждение конкретных эмоций, и, наверное, эти эмоции не должны быть слишком сложными. Но вместе с тем, задача усложнения этих эмоций, окраски их нюансами, она должна решаться другими акторами этого поля, на котором, в общем-то, должен существовать, да и существует диалог. Другое дело, что это диалог таких неравномерно звучащих голосов. Какие-то очень громко звучат, какие-то звучат менее слышно. То есть, другими словами говоря, да, конечно, концепция прошлого должна возбуждать разные эмоции, более сложные эмоции, но вот эта нюансировка, мне кажется, должна возникать в диалоге разных акторов, а не в шизофреническом монологе одного актора, который говорит, ну вот, должно было так, а потом начинает вносить коррективы, которые начинают разворачивать эту концепцию. Концепция должна быть достаточно считываемой. А вторая часть вашего вопроса, если я правильно её услышала, касается того, поддаётся ли трансформации схема. Да не только поддаётся, а постоянно мы занимаемся тем, что переделываем ту инфраструктуру, которую уже вроде бы успели создать. И, в общем-то, если посмотреть на то, что делалось со второй половины нулевых годов, то, да, как только стала меняться концепция не новая Россия, а тысячелетняя Россия, конечно, многое стало делаться для того, чтобы ту не очень густую, я бы так сказала, очень разреженную инфраструктуру, которая была построена под концепцию новой России, начать трансформировать. Так что, хорошо это или плохо? Это не хорошо, а не плохо, это нормально. Это то, как работает политика памяти, это то, как работает символическая политика, это те ресурсы, которые есть в руках у власти, и власть должна их использовать. Другое дело, нравится нам, как они используются или не нравятся. Но мне кажется, что здесь ещё важно помнить вот о чём. Видите ли, символическая политика – это такое поле, на котором Давид может оказаться сильнее Голиафа. И далеко не все операции смысловые, которые проделывают власть, обладающая колоссальными ресурсами, в том числе и в коммуникативном поле, обречены на успех. И вот то, с чем, к сожалению, очень плохо справляется наша властвующая элита, это понимание конфигурации, существующей конфигурации этого смыслового пространства, конфигурации символических ресурсов, с которыми можно работать, которые на самом деле являются очень серьёзным фактором, влияющим на то, возникнет резонанс от ваших шагов в обществе, и тогда успех. Или этот резонанс не возникнет. И вот в случае, когда нечто инициируется властью, то ситуация, когда вы сделали шаг, он громкий, он всем заметен, но резонанса не возникла, к сожалению, работает против тех целей, которые вы перед собой ставите. Уж во всяком случае это не способствует ни сплочению сообщества, ни легитимации самой власти. Уверена, поздравляем вас с выходом книги и надеемся, что я получу хороший резонанс. Спасибо. Спасибо. Спасибо.